Всем привет! Продолжаем создание нашей игры, уже третий урок. В этом уроке мы сделаем такую функцию, что по нажатию кнопки мы будем менять вид на персонажа. То есть будет вид от третьего лица, то есть со спины, и будет вид от первого лица. То есть, условно говоря, из головы нашего персонажа. И сразу хочу отметить, что если вы последовательно делали все действия за мной в моих предыдущих уроках, то потом, когда вы можете открыть свой проект, то может быть такое, что у вас, допустим, нажимаете play, что у вас вообще ничего нет, что у вас все слетело. Я сейчас объясню, что нужно сделать. Буквально такое маленькое лирическое отступление. Во-первых, game mode override это world settings. Если у вас этого нет, это window и вот world settings. Нажимаете. Вот. И здесь подключаете наши GM our game. То, что мы создавали, по-моему, в прошлом уроке. Вот. И, соответственно, что делать еще? Важный момент. У нас карта называется, ну, у меня она так называется, untitled. Чтобы у вас эта карта открывалась, вы нажимаете edit, project settings. Находите здесь map. Вот maps и mods. Если здесь у вас editor startup map, template default, то вы меняете его на untitled. И здесь тоже, в принципе, можете пока что поставить на untitled. Вот. Все. Закрываете. Нажимаете. Сохранить all levels. В может сейф level as. Вот сюда вот нажимаете. Save. Хотите ли вы заменить это? Да. Все. Теперь в следующий раз, когда вы зайдете в этот проект, у вас вот персонаж. Все. У вас будет работать. В прошлом уроке, да, мы еще ему поставили возможность ходить. Ну, он как бы не совсем ходит, но мы это все сделаем на следующем уроке. Сегодня, опять же, мы будем работать с камерой. Плюс ко всему мы сделаем так, что можно было мышкой крутить камеру вокруг нашего персонажа. Итак, начнем. У нас в нашем персонаже, если мы зайдем в BP Warrior, есть уже камера, да, main camera, которую мы устанавливали. Вот она. Но в чем вообще недостаток этой камеры? Недостаток вот в чем. Допустим, мы сейчас этого можете не делать. Допустим, вот мы выставим какой-нибудь кубик, сделаем его, ну, таким вот плоским, какую-нибудь стенку. На 90 градусов развернем. Соответственно, так вот сделаем такую вот стенку. Вот у нас игрок появляется здесь у нас Player Start. Все, мы запускаем игру. Вот камера работает. Ну, вот смотрите, что у нас получается. Видите, мы идем назад, а камера у нас, как бы она врезается вот в эту вот стенку. Ну, естественно, сами понимаете, допустим, если мы потом будем добавлять врагов, мы здесь будем драться, допустим, да. Ну, не здесь, мы карту потом сменим. И получается такая ситуация, что мы из-за стены просто тупо не видим вообще, где происходит там наша битва, наше сражение. В этой ситуации необходимо, на самом деле, здесь заменить камеру, добавить такой вот элемент. Нажимая, заходите в наш BP Warrior, нажимаете add component и находится здесь камера. И здесь есть такая вот Spring Arm. То есть, это, ну, что-то типа штатива. И, как бы, давайте лучше я вам покажу, как это все работает на практике. Вот у нас добавился вот этот компонент, называется Spring Arm. И вот видите, здесь есть вот такая вот линия. Эта линия, она как раз таки отмеряет расстояние от камеры к нашему персонажу. Вот, смотрите, что мы делаем. Мы делаем Spring Arm, мы прикрепляем к нашему мэшу. То есть, нажимаем и вот drop here to attach, spring arm to mesh. То есть, киньте здесь, чтобы прикрепить. Нажимаете. И вот эту вот main camera, мы прикрепляем к Spring Arm. То же самое. У нас вот чуть камера сейчас слетит, но тем не менее. Мы сейчас можем камеру установить, то есть, нажимаете Spring Arm и вот как-нибудь вот так вот на свой, так скажем, вкус установить камеру. Приблизительно можно, ну, чтобы он так на нашего персонажа как-то вот так вот смотрел. Вот, потом в дальнейшем вы можете еще там все это поднастроить. Нажимаете Compile, Save и смотрите, что у нас теперь получается. Заходим на нашу карту, нажимаем Play, горячая клавиша Alt плюс P, допустим. И вот смотрите, мы, допустим, идем назад. И видите, у нас теперь камера, она не заходит за вот эту стенку. Хотя стенка у нас это имеется. Видите? Вот, поэтому обязательно сделайте это. Пусть вот это, вот смотрите, вот эта конструкция. Можете ее себе как бы взять. Если у вас там какие-то проблемы или еще что-то там, естественно, все это настраивается. Там более такая глубокая настройка, но сейчас нам достаточно хотя бы вот этого вот. Далее. Теперь мы хотим реализовать такую штуку, чтобы у нас была смена вида, смена камеры персонажа. То есть, чтобы у нас была камера вот как, допустим, вот такая вот. Ну и допустим, камера, которая смотрит из головы нашего персонажа, чтобы мы могли видеть там наши ноги и так далее. То есть, это называется True First Person, если я не ошибаюсь. Что-то типа такого. Что мы, соответственно, делаем? Мы первым делом заходим в вкладку Edit, Project Settings. Здесь заходим в Input. И здесь, смотрите, у нас же есть здесь настройки. Мы в прошлом уроке настраивали ходьбу персонажа. Нам это сейчас не нужно. Access Mapping нам не нужен. Нам нужен Action Mapping. Я уже в прошлом уроке рассказывал, в чем это разница. Нам нужно единичное действие. Соответственно, нам нужен Action Mapping. Вот мы нажимаем плюсик. У нас появляется вот такая вот штука. Мы ее переименовываем. Называем ее Change Camera. Пусть у нас изменение камеры будет на кнопку V. Нажимаете сюда, загорается желтым. Нажимаете на кнопку V. На русской клавиатуре это M. Вот, соответственно, все. У нас кнопка эта подключилась. Далее мы идем теперь сюда, в нашего персонажа. Давайте вот это я закомментирую. Вот это вот все, что у нас было из прошлого урока. Это у нас передвижение персонажа. Извиняюсь за посторонний звук, если был. Соответственно, сейчас мы с вами будем добавлять кнопку переключения вида. Нажимаем правой кнопкой в любом месте, ну, недалеко отсюда. И здесь вводите. Как мы назвали там? Мы назвали, по-моему, Change Camera. Да. Смотрите, вот у нас есть Action Events, события. Нажимаем. Вот у нас подключился вот этот Input. Теперь мы здесь, по нажатию на клавишу, то есть тут Pressed, мы вытягиваем такую вот ноду. Нода называется Flip Flop. То есть это переключение. Можно это сравнить как с переключателем. Допустим, вы нажали там A, свет включился. Нажали B, свет выключился. Допустим. Ну, то есть как переключатель. На вот эту вот, на A, у нас будет определенная логика. На B у нас будет другая логика. То есть одна камера и вторая камера. Но, соответственно, смотрите. У нас есть Main Camera. И нам логично, что нам нужно добавить новую камеру. Что мы делаем? Это мы добавляем, соответственно, новый компонент, новую камеру. То есть здесь вводим камера. Все. Вот она у нас. Вот она у нас появилась. Давайте назовем ее Extra Camera. Ну, то есть дополнительная камера. И мы ее... Смотрите, камера, чтобы камера двигалась, так сказать, за нами. Чтобы она повторяла движение. Мы потом добавим нашему персонажу анимацию. Он будет там бегать, драться. И чтобы камера, она вот следила, так скажем, за головой нашего персонажа. И, соответственно, чтобы вот это вот слежение, так сказать, оно происходило корректно. В нашем персонаже есть так называемые сокеты. То есть у нас есть здесь Skeletal Mesh Paladin. Наш Paladin. И смотрите, здесь, допустим, Skeleton 3 нажимаем. И здесь у нас есть бедро, есть спина. Ну, в общем, шея, голова, Head, Tap, End и так далее. Вот левый глаз, правый глаз и так далее. То есть нам нужно с вами установить камеру. Ну, вот где-то вот, где-то вот так вот на уровне головы. Соответственно, нам нужен сокет Head. Можно самостоятельно создать сокет, но нам этого, в принципе, не нужно. Все, закрываем эту вот штуку. Запоминаем, что у нас есть Head. Закрываем. Заходим в BP Warrior. И здесь, смотрите, выбираете нашу экстра камеру обязательно. Здесь выбираете Head. Она здесь есть, но можно еще здесь писать. Выбираете Head. Отлично. Вот, у нас здесь камера чуть-чуть сместилась. В этом ничего страшного нет. Ее надо просто подровнять. И вставляем нашу камеру приблизительно. Приблизительно. Вот, приблизительно вот так вот. Потом это все будет, естественно, настраиваться. Все, у нас теперь вот эта камера, она у нас прикреплена к голове. Она будет потом повторять движение головы. Нажимаем Compile. Save. Заходим в Event Graph. Ну и, соответственно, что у нас здесь происходит. Допустим, помним, да, что у нас на кнопку V у нас вот смена камеры. Здесь, по секции A, у нас пойдет такая логика. Мы отключаем, вот выбирайте, мы деактивируем нашу основную камеру, main, и активируем, активируем дополнительную камеру. Смотрим, что у нас получилось. Compile, save. Нажимаешь кнопку V. Все. Видим, что у нас сработала логика. Ну и сейчас мы, у нас нету логики, которая бы возвращала камеру назад, но мы сейчас это все сделаем. Ну и, соответственно, на кнопку B у нас логика абсолютно противоположная. Соответственно, у нас тогда происходит deactivate extra camera. Мы, у нас, мы отключаем вот эту камеру. И мы подключаем main camera. Activate main camera. Все. Compile, save. И смотрите, что у нас теперь получается. Вот, появился персонаж. Я нажимаю V. Все. Вид от первого лица. Нажимаю еще раз V. Вид от этого лица. Стенка нам никакая не мешает. Все отлично. Все замечательно. Теперь нам необходимо реализовать возможность, чтобы можно было крутить камерой. Как в этом виде, соответственно, вокруг нашего персонажа, так и в этом виде тоже, чтобы мы могли там увидеть наши ноги. Соответственно, начинаем. Итак, чтобы крутить мышкой, нам нужно добавить следующую логику. Опять же, заходим в Project Settings. Это Change Camera. Мы закрываем. Открываем Axis Mappings. Опять же, в прошлом уроке я это все рассказывал. Мы добавляем новую, так сказать, новую фичу в наш проект, связанный с камерой. Допустим, мы назовем это Look Up Down. То есть, смотреть вверх и вниз. И мы здесь подключаем, уже вот здесь непосредственно, где нам, пишем Mouse Y. Нажимаем так и делаем Scale, минус 1 и 0. Это у нас по одной оси. Далее создаем еще один. Нажимаем вот сюда, вот еще одну фичу. Называем ее Look Left Right. Здесь у нас уже идет Mouse X. Mouse X. Здесь у нас так и остается 1.0. Все, у нас это работает. Все замечательно. Итак, после того, как мы сделали вот эту всю конструкцию, далее нам необходимо вот этой вот нашей мышке добавить логику. Логика у нас будет простая. Заходим в BP Warrior. Здесь можно закомментировать наши настройки камеры смены вида. То есть, можно выделить и нажать кнопку C и закомментировать. Я это назвал Change Camera. Что мы делаем здесь? Нажимаем правой кнопкой мыши и создаем событие, которое мы создавали мышкой. То есть, это, не помню, как оно называется у нас уже. То есть, у нас Up Down. Вот, Look Up Down. Access Events. Создаем событие. Отлично. И нам здесь необходимо получить Add Controller Pitch. После того, как мы с вами создали такую конструкцию мышкой, просмотр вверх-вниз, нам нужно сделать то же самое, только Right, Left. Только у нас получается Left. Да. Left, Right. Look Left, Right. Создаем событие. И здесь мы подключаем Add Controller. Только здесь мы уже подключаем Яу. Если здесь это был Pitch, то здесь это уже Яу. Протягиваем. Все. У нас все должно работать. Выделяем. Нажимаем C. Комментируем. И называем это Mouse, допустим. Нажимаем Save. Заходим. И смотрим. У нас работает мышка. У нас работает мышка. Если у вас мышка не работает таким образом, то зайдите в Spring Arm сюда. И убедитесь, что у вас здесь стоит галочка Use Pound Control Rotation. Это очень важно. Если у вас этого не будет стоять этой галочки, то соответственно, начинаем игру. У вас просто движения никакого нет. Давайте теперь посмотрим, что у нас с видом от первого лица. Нажимаем Alt P. Нажимаем V. И здесь мы видим, что вот это вот у нас от первого лица у нас не работает. Мы не можем крутиться. Поэтому здесь нам нужна практически аналогичная галочка. То есть здесь смотрите теперь, какая получается конструкция, чтобы у нас все работало более-менее нормально по камере. Смотрите, что здесь все так же, как у меня у вас. В экстра камере у вас, напоминаю вам, должен стоять Parent Socket Head. И здесь Use Pound Control Rotation. Стоять вот эта вот галочка. То есть запускаем игру, включаем вид первого лица. И мы видим, мы можем здесь управлять, соответственно, как бы нашей головой. Мы видим наши ноги и так далее. Но если же вы хотите реализовать логику чуть-чуть по-другому, чтобы камера крутилась непосредственно вокруг вашего персонажа, то, соответственно, необходимо сделать следующее. Зайти в BP Warrior, отключить вот эти вот две галочки. Если у вас одна, то отключите одну. Мы их отключаем. И дальше, где вот Activate, где у нас первая логика включения камеры идет. Здесь мы пишем Use Control Rotation по Яу. И здесь мы, соответственно, ставим True. С другой же логики, во второй, нам необходимо достать ту же самую ноду, прописать все то же самое абсолютно. Но здесь галочку нам уже необходимо выключить. Подключаем, нажимаем Compile, Save. И смотрим, что у нас получается теперь. Заходим в нашу игру. И теперь мы можем крутить камерой вокруг нашего персонажа. Видеть его спереди и так далее. И вот сейчас объясню, почему я именно поставил там такую логику. Для примера, вот сейчас мы отключим вот эти вот галочки. Выключим. И теперь смотрим, что у нас получается по логике. То есть вот мы запускаем игру. У нас все крутится. Но когда мы переключаемся на вид от первого лица, то мы вот, что мы, соответственно, видим перед собой. Естественно, нам это не нужно. Это не вид от первого лица. Это не совсем корректно работает. Поэтому здесь ставим галочку. Здесь галочку выключаем. Ну и, соответственно, все у нас работает хорошо и в порядке. Вот мы крутим нашим персонажем. И камера работает. Если видео было вам полезным, подписывайтесь на канал. Оценивайте его. Также комментируйте, если есть какие-либо вопросы. Ну и в следующем видео мы уже будем приступать к такому большому блоку, как анимация. То есть анимация движения персонажа, анимация ударов, подбора предметов и так далее и тому подобное.